Что такое стратегия успеха? Что такое тактика? Бушу, скажи мне, где я тебя люблю. Что такое тактика в данном понимании? Некий план действий. Вот уже актуально я буду достигать поставленную цель. А стратегия? Дома стратегия. Я тебя спрашиваю. Впосредством для чего? Стратегия. Тут тоже некий план действий. А что для нее? Стратегия или тактика? Стратегия. Долгосрочное планирование, то, что тебе удобно подсказало. Ты адаптируй то, что тебе подсказывают, другими словами ты ответишь. Ребята, вам задают комиссар вопрос. Если комиссар адекватный, половина вопроса это что? Ваш отдел. Ну, разговаривайся на одном языке. Ну, это очень просто. Смысл стратегии. То есть это какой-то план. Это я делал на основании педагогической своей работы. Ну, как сказать. То, что я занимался в школе молодого арбитра в Минске. У меня было пару учеников. Один из которых Петер Владимирович Вашков вместе с ним работали. А пару молодых ребят, они, смотрите, они были действительно толковые. Кто-то там кино, вино-домино, и они ушли в рабочую 5-2. В пятницу начинали уже отмечать субботу. А некоторые молодые ребята там работают в Минске в Альфа-банке, там где-то еще, IT-технологии. Я сейчас приезжал в семинар, считай, с Минским. Они там, я давал интервью на каком-то белорусском канале, я там посмотрели. И он нашел мне как-то, ну, по бутсапу. В общем, мы созвонились. Он ночью приехал ко мне, приятно. А я говорю, а что-то где-то Андрей? Ну, там какая-то альтишная фирма, вот эти белорусы, которые вот этот танк, да, это как называется? Варгейм. А? Варгейм. Да, это же белорусы делают. А плюс там еще какие-то, ну, то есть большущая контора. Парень 85-го года рождения, вот, и он мне на третьем курсе института, он мне сказал, Петер Бач, я не хочу на электричках едет в субботу-воскесенье по белорусским городам, ну, судить или нормально. Ну, ладно, ездить, но я как бы, ну, не хочу, я там, как бы, ну, мне не очень нравится это. Баскетбол нравится, а вот все, что за баскетболом, вот это, я как бы не люблю, там, пить дешевое вино, там, что-то такое. И все, он ушел. Суть. То есть он стал адекватным человеком, он говорит, знаете, что он сказал? Спасибо вам, что первое, ну, мне там Сафарова каждый раз говорит спасибо, что вы структурировали меня, ничего вы нового не придумали. Вы просто поставили меня в дисциплину, что я не должен опаздывать, что я не должен ни с кем ругаться, первое. Что я должен все сделать, а потом иметь возможность спросить вопрос. И когда я вот четко это для себя поставил, я смотрю, это все время работает. То есть я лишний раз никого не буду рад. А то, что вы кому-то говорите, в принципе, все люди так говорят, но почему-то не всегда получается. То есть самое важное, построить вот структуру. А второе, Лиза из Перми, как ты можешь обойти московского судьбу? Где Лиза из Перми? Да. Как ты можешь? Ну, своим голосом ты не обойдешься, не докричишься до Москвы. Чем можно? Стараться. Да, что еще? Упорственность. Потому что только этим. То есть ты должна быть намного сильнее, харизматичнее. Ты должна расставить такую реальную цель. Потому что при выборе человек, который в Петербурге живет, и ты, будут выбирать в Петербурге. Он ближе. Там больше баскетбол. Как вы думаете, сборная Советского Союза где формировалась? Из Москвы и Ленинграда? Легионы всегда питали. То есть были вот эти звезды, такие заматеревшие, которые приходили, и они все были сборниками. Теперь какая другая тактика? Все московские школы покупают этих игроков. Скупают, да? И все лучшие игроки, там, в ЦСКА, в Тринте, там, в этом. Ну, то есть, это, думаете, это естественно или искусственно? Искусственно. Будет результат? В среднем? Не будет. То есть борьба за выживание. Все вот эти великие, Иван Дворный, да, вот когда был в Омске, я его видел, когда он еще был живой, Олимпийский чемпион. Там, ну, куча. Иван Гедешко из Белоруссии, да? Там все эти литовские баскетболисты, украинские баскетболисты. Нет, вы не московские, да, там, вот, ну, из Москвы, из Санкт-Петербурга. Но всегда из региона. Город Биск, кто мы знает? Да. Кто знает? Название не будет еще сказать. Где? Возле Барнаула. Возле Барнаула. Ну, Алтайский. Да, Алтайский край. Да, я могу сказать, что это вообще, как бы, город, в котором родилось столько баскетбольных людей, что вы просто сейчас, вы можете говорить, такого быть не может. Василий Иванович Власов, знаете такого? Екатеринбургский, 20 или 30 лет был директором школы. Руководитель, президент команды там был. Уральский федеральный округ был главный судья. Судьячий союзной категории. Он, раз. Бородкин Андрей, знаете, комиссар. Тоже оттуда был там сейчас, заучив школу там, но также остается в этом баскетболе. Потом Гресин, кто там может быть не знает, Антон Алексеевич, игрок сборной Советского Союза. Серега. Да. Сборная Советская. Правда, у него потом наклонная пошла по-другому, интересен, да, как обычному спортсмену. Три. Плюс Бобков. Сергей Бобков, президент локомотива. Новосибирского или гениальный директор. Который заслуженный мастер спорта, двукратный вице-семпион мира. Чуть, по-моему, играл не играл на Олимпийских игр 92-го года в Барселоне. Друг Карина. Это 4, да? 5. Юра Зенкевич, судья международной категории. Маленький город, вы его на карте, многие из вас не знают. 5 человек. Там эта школа сейчас уже практически не работает. Ну, вот в чем мы говорим. Цель. Настичь единства и последовательности своих действий. То есть, если у вас, то, что мы с вами говорим, все будет в одном и том же ключе, почему не получается у Кижаева? Нестабильный. Умный нестабильный. Что девушка хочет? Вот что ты хочешь от своего будущего супруга? Не знаю. Долго будешь выходить замуж. Я просто не знаю, как правильно. Мне неприятный учет. Ну, комиссар смотрит. Он что, скажет, что это ошибка? Он скажет, да. Ты это знал? Он говорит, я не знал. Ты можешь исправиться? Если в следующей игре из 20 этих жестов он 10 сделает правильно, вспоминая, что нужно поменять, то это будет лучше. Через 10 игр он может вообще все поменять. Простой пример. Помните, когда мы показывали 6 на левой руке так, а мне говорят, рабочая рука левая. Меняю руку. И теперь уже сейчас я не видел, я редко вижу, когда судья показывает номер, ну, большая сторона на левой руке. Когда может показать на левой руке больше, чем на правой? На левой руке? Давайте психологию вставляйте. Под давлением. Под давлением. Ты чувствуешь, что ты ошибся. У тебя идет, раз, нахлынивает вот эта волна давления, и ты начинаешь делать то, что у тебя не закреплено. Поэтому вам эта практика ваша, вот, допустим, у Шапегусова есть игры в городе Пермин. Он их судит, потому что его попросили. А ему нужно их судить, потому что тебе надо. Каждый игре что-то получить. Ну, от игры. Помните, как количество переходит в качество? В игре что нужно, Паша Случок? Количество качественных игр на тебя, что ты стал сильнее, как судья. Ты можешь 500-й, у нас есть Сергей Фирсингов, рекордсмен, книгу рекордов Гиннесса занесен. 24 игры за день от судей. Думаете, хоть одна игра пошла ему в пользу? Ни одна. Ни одна, даже не первая. Не первая. Он на первой игре думал, как он будет на 24-й. Все. Для достижения результата необходимо следовать фундаментальным судейским принципам. И вот я всегда спрашиваю, что происходит на фиповских семинарах, что происходит на семинарах в других странах, на НБА, на некоторых я был смотрел. Ребята, очень простые вещи. Людей учат фундаментальным принципам. Фундаментально это не дать свисток кросс-кол на другую половину. Или как сегодня стоял Андрей. Помнишь, Андрей, с этой руки был ведомый, а ты был центральный через всю площадку. Ты не готов к этому свистку? Я еще не готов, но мне уже поздно. То есть я как бы мозгами понимаю, и ты понимаешь, что комиссары, которые скажут, а ты видел, а тебе надо. А в НБА вот у них есть такая ситуация, что у них есть судья корявый, ну такой-то неуклюжий, но вот он, понимаете, насколько он четко читает игру. Он смотрит игровой момент, видит подстраховка идет далеко, у него никого нет, он смотрит, и ты закрыт, а он издалека, он в году дал там 3-5 свистков, сейчас доходился до финальной стадии вот этой МБА, этой штуки. Ассен Лабрукин скажет, это твою фамилию. Я посмотрел, он с лицевой линии дает на последней секунде фол, вот то, что вот план Б, когда телами соприкасаются, ведомый не может видеть, центральный нет, а он с лицевой линии через 8 метров дает свисток, другая камера показывает, 300% фол. И потом с центрального дает сюда, но нам об этом говорить не надо. Вообще, это не наш сим. Для нас фундаментальный принцип. Я могу сказать, что наши некоторые судьи, а можно сказать и Дениса, и назвать и Юлю, и Андрея, и тебя, вы, что является фундаментальным? Двойная механика может быть фундаментальной? Двойная механика может быть основанием подготовки к тройной механике? Или тройная двойная? Двойная механика это фундамент. Мы с Антоном Алексеевичем, его первая игра в премьер-лиге, он вам может рассказать. Заходим мы, сидим, пьем чай, кофе, бах, нету судьи. Третьего. Потом я попал, в общем, голова вот такая, и третий судья, второй, говорит, а я двойной механикой не судилов. И я такой сижу, открываю, ну, не планшет, не стоп, начинаю делать эту диагональ. Начинаю делать диагональ. У него разобраться с арбитром, который не доехал, ну, геморрой, да? Вот, решал, то есть вот такое. Первая игра премьер-лиги, нужно все проверить, там другие какие-то требования, там рекламные все такое. А мне настроить моего судью, ведущего судью, девушку, чтобы мы могли двойной механикой отсудить эту игру. И добавлю, после игры мы выяснили, что она была беременна. Нет, глядя. Ну, как бы, смысл в том, что после игры арбитр говорит, ну, я тут еще так, на третьем или на четвертом месте. Да, да. Классика, да? Ладно, я пока про двойной быстро тоже скажу. Приезжаю, я еще в поляне судил тогда, и тогда очень модно было, только начиналось тройное судейство, и третий был местным. Третий местный, я эту историю рассказываю всегда. Третий был местный, и приезжаю в город Заречен. В Заречен у нас один арбитр, Олег Журавлев. Приезжаю, и старший арбитр не доезжает. Старший арбитр был Равганиев, он не доехал, ему не сообщили. Ну, тогда это все было не то же сейчас назначение. Вот, и перед игрой, ну, выходим две команды. Команда одна Заречного, молодые ребята, а вторая команда была такая, Олимп Новокубышев. Там были собраны, ну, просто все, что можно было собрать, ну, извините, заражение говно, которое, ну, всех говнистых людей, которых можно было собрать в России, и их собрали в эту команду. И их средний возраст команды был за 40. Ну, просто такие дяди. И вот мы перед игрой сидим с напарником, ну, я там второй был. Я говорю, ну, что, Олег, пойдем судить? Он говорит, да, но у меня только один вопрос. Я говорю, давай. Он говорит, а вот ты, говорит, сейчас в центр выйдешь, мячик подбросить, а мне в какую сторону бежать? И вот после этого, после этого, и я понял, что нам будет тяжело. Поэтому двойная механика, это подготовка к тройной механике, а если вы умеете судить тройной механикой, то двойной всегда справитесь. Вот так. И такие моменты, то есть, вот это фундаментальные вещи. И самое главное, что многие моменты, мы берем всякие кросс-степы, кросс-колы, степины, рассматриваем. Это нужно знать, терминологию, там, все это. Но нужно просто знать базовые позиции. Я всегда говорю, базовая позиция. Помните, мы сегодня спрашиваем. Если человек, который судит уже на каком-то сильном уровне, эти точки не знает, он склонен к чему? Фундаментальным ошиблением. Он просто принимает, вы понимаете, что иногда, вот бывает в жизни, вот вы вспомните по своим играм. Вы иногда принимаете решения интуитивно, которые попадают и очень сложные. Это же редко, да? А теперь вспоминайте, могли бы вы принять абсолютно другое решение. И сколько таких случаев было, и на премьер-лиге, и на супер-лиге, и на играх ВТБ. То есть вот это важно. Следовать фундаментальным, и нужно все это знать. Сейчас мы выпускаем большую книгу, она будет 650 страниц, в Воронежском институте физической культуры. Ну, они как учебник его делают. Учебник для среднеспециальных заведений по классификации спортивных судья. То есть официальный учебник, где будет подготовка психологическая, теоретическая, практическая, физическая. У судьи расписано все. С разминкой, растяжкой, заминкой, контролем веса, водный баланс, правильное питание, калорийность, правильный сон, психология. Как себя управлять? Что такое? Нужен судьи гипноз? Или нужен самонастрой? Гипноз. Я спокойный. У меня все бегут. Бах! Сразу и все. И ничего нет. А настрой, когда я готов к работе сам. Вот это предыгровая подготовка. Зачем мне на мини-баскетболе помеха попадания, помеха мячу? Не нужно. Поэтому я настраиваю себя на какие-то работы. Для кого-то тренер один. Он псих, он не может, допустим, работать. А для моего партнера, он говорит, у меня нормальное с ним отношение. Что я делаю? Говорю, иди договаривайся с ней, чтобы все нормально было. Самонастрой, самое важное. Вторая часть будет двойная механика, полностью адаптированная сегодняшними правилами и интерпретациями. Тройная механика, индивидуальная советская техника, дополнение. Леша читал дополнение январских, тройной механики. Я смотрел это. И плюс вопросы экзаменационные по механике, по психологии, по индивидуальной советской технике, по правилам. И секретарский блок. То есть, ну, все, что сейчас есть 5 на 5. Плюс еще даже история там... Что такое Макси баскетбол? Кто знает? Микробаскетбол. Кто мы слышал? Каким микробаскетбол, каким и чем играет номер? Троечка. Все правильно. То есть, вот такие вещи. Там все прописано, и вот мы как бы создали. Это будет, может, первый выпуск. Потом, может быть, что-то будет дополнено. Мы специально взяли Евгения Островского, он же судья 3х3. Вот, чтобы он дал какое-то представление о 3х3, такое популярное. Кому-то, может быть, диплом нужно писать. То есть, вот эти вещи фундаментальные. А кто-то бывает неподготовленным, едет куда-то выше, гонится за тройной механикой, за какими-то этими вещами. Вот, он тоже кижает. Он все это знает. А ноги глиняные. Из соломы небоскреб не построишь. Но ноги не зацементированы. Конечно, ему ноги можно зацементировать. Знаете, как этот свиней выращивает, знаете? Цементируют ноги и миску отодвигают от него. Это не про тебя. Не, я здесь слышал такого. Не слышал. Хорошо. Персональная ответственность. Помните, мы вчера с вами говорили. Это, у нас же тройка. И как вы думаете, нужен лидер харизматичный одиночка в тройке? Нет. Три стабильных уверенности. И вот я могу сказать, вот у меня, когда я судил и с такими судьями, и был там старшим, и с ровными судьями, и был с более низкой квалификацией. Мне всегда по жизни было комфортно, когда были судьи ровные, мускай выше или ниже, но которые хотели работать в команде. Я могу сказать, что бывает так, что вот ты не знаешь судей, отсуживаешь сильнейшую игру, такую забойную, и никто никуда не лез, когда нужна была помощь оказана, все работали ради одной цели. А когда кто-то из тройки один выпадает, все, блин, ну просто разрывается вся игра. Может разрываться игра одним свистком. Одним свистком. Я второй день слушаю, когда ты чепетивную историю расскажешь, как ты сломал нашу с тобой командную руку. Работать. Ты мне? Рассказывай. Я говорю, хотите, я... Второй день жду, он все время рассказывает. Я расскажу все подноготно. Это был антипример, когда мы работали, Антон был, Журавлев, комиссаром, я не помню, в Перми играла еще Суперлига 1, с кем она играла, не помню. В Перми, вот там, в Легкоатлетическом Манеже. Сухарев. Ну, какая разница, я не знаю, я их назвал. И, значит, я старший орбит. А это был год, наверное, 14-15, что-то такое. Мы приехали, у меня первый вопрос, ну, наладить какой-то контакт. С Антоном мы так товарищески, но так у нас какая-то граница есть. То есть мы там в десна не целуемся. То есть мы разговариваем, но такого открытости, дружбы такой нет, что мы семьями делились, там шашлаками. Бывает яблоками, меня его красит. Едем, приехали на игру. А Журавлев, Олег, он по натуре ведом. Вот куда ветер дунет, он там. Ну, то есть, и так, и самое главное, что вот у него нет цели. И он такой где-то барахтается, как лифтёр. Третья корзина, вторая, может быть, четвёртая, третья, вот так. И он выше не поднимется уже третья. Потому что он не понимает, как. Я с ним как бы нормально. И мы сидим в раздевалке, начинаем разговаривать. Первый разговор был про майку. Я достаю серую, у нас были серые майки с чёрными рукавами, и чёрные с серыми рукавами. Я достаю серую, типа, серую. Антон говорит, а я хочу чёрную. И Журавлев говорит, и я хочу чёрную. И так, ах! А Журавлев говорит, я ставлю, оф, у меня так пунктик, бах! Ну, как часы, да? Я думаю, ну, что-то не идёт. То есть, ну, знаете, как гадалка гадает. А я тебе говорю, что ты хочешь узнать, что у меня будет дальше. И мне нужно от себя доверительное отношение. Три раза ты мне говоришь, да, я тебя зацикливаю, и четыре-четвёртый, и пятый раз уже можешь не говорить. С любым человеком. То есть, но по-разному. Вот с ней будет тяжелее. Но её тоже можно раскричигарить. Вероника, тебя. Вот, вопрос. И что мы делаем? Я смотрю, не идёт беседа. А игра приличная. Первая там, ну, такая, она шла, входила вот и вот, хотела вышивать. Начинаем дальше разговаривать. Что-то мы говорим, говорим. Смотрю, два-один. Нет контакта. То есть, я всё время, они вдвоём собрались, и у меня тронули. Ну, так, слушают, но не слышат меня. Я говорю, банальные вещи. Команда, работа, визуальная связь, выход в сложных ситуациях, проблема со временем, новый зал, там бывают проблемы. Какие-то кооперации, что если нужно. Вот, всё, начинается игра. А я ехал с игры, с Матич, судил с Кузнецовым. Знаете, Кузнецова, который в Питер переехал, в Гушуэль. Вот. И попали, Матич и играли с Латканем. И Кузнецов пропал две игры. В первой четверти первой игры. И я отсудил три четверти, ну, семь четвертей, практически один. Ну, этот наш мордобой. А эти две команды ведущие. И, конечно, там, ну, я свистел, чтобы, ну, то есть, я свистел всё. Потому что, если ты ничего не будешь свистеть, на тебя будут лететь мат и оскорбления. Вот. И я в одну и другую сторону. То есть, контакт, фолк. Контакт, фолк. Там что-то можно было пропустить при нормальном течении игры. Ну, течении никакого. Я не свистелся так, что я ехал, думаю, господи, а завтра игра уже кремль. И когда ты уже набран вот этими свистками, соответственно, ты приезжаешь, тебе нужно просто восстановиться сюда. Идёт игра. Смежная зона, я ведомый, напротив стола Антона ведущей. И у меня уже игра у него и под кольцом туда вниз спускается. И я даю закрытого обзора, вот у Тробина стоит, вот здесь, да, даю пробежку. Вообще ничего нет. А до этого, сутки назад, я дал экзор. Даю пробежку. Ну, всё, идёт игра. Тайм-аут. А я знаю Жука, он эмоциональный, и он, ну, всегда что-то будет говорить. И он так как бы, он не говорит, что делать, а он говорит, что было. Вот, когда судил. Я сразу подхожу, говорю, думаю, а тут иногда бывает, проходит момент, что ты, говорит, признаёшь, и заканчиваешь разговор, говоришь, что будет дальше. Я признал, и это как будто ты налил ещё масло в вагон. Фух! Тут журавель подошёл, тут что-то ещё. Я понимаю, что они будут искать мои другие ошибки. Я говорю, ребят, всё, я признал, что не надо было туда лезть, давайте до сюда, до перерыв. Приходит комиссар, говорит, там, Антону какие-то неточности, Журавлёву там где-то и ошибки. Я старший орбит, он говорит, слушай, ну там, наверное, что-то Фёдор было, но мне кажется, там ничего не было. Я говорю, я уже ребятам сказал, что это моя была ошибка. Журавлёвка, вот так вот. Я говорю, Олег, я признал, что я ошибся. Ты когда мы видим, чтобы старшие судьи признавали открытые ошибки ещё с третьим орбитом. Я признал, но мы должны быть это довести, нам главное догадать на бок. И команда не клеится. Вот три ежа, один такой как бы пытается обнять их, ничего не обнимается. И в конце нахлынувает волна, где от отсутствия командной работы, в смежных зонах, и Жук что-то пропустил, и Журавлёв напропустил, и я что-то передал. Всё. Ну, игра закончилась. Кто бы сильнее победил? Мы сидим в раздевалке. Я говорю, ну, всё, всё окей, все пожали руки, мы сели. Я говорю, понравилось работа. А тебе? Я говорю, знаешь, нет. Сам говорил, что я, как старший, не мог создать командную работу. То есть мы были все разные. Все разные. То есть Олег, может, даже не понял, что у нас ничего не получилось. Никто может быть, сегодня мера понимания. Зависит от его понимания игры. А с ним мы просто не сошлись, не договорились про игры. Не сошлись, не договорились про игры. Хотя там было пару игр хороших, мы ещё его в те судили, там тут ещё, я пропомню, но все эти, у меня гадминники живут, то есть где было нормально, достойно. И вот тут важно понимать психологию. Например, допустим, будет Семёнов, будет он такой, вот он не может подвезаться Семёнову, он или бьёт, или уходит. Понимаешь? Так нужно найти такое среднее. Не подставляться нужно, как проститутка. А нужно просто сказать, окей, всё, я понял. Или просто стоишь, там смотришь, молчишь, ты думаешь. Ну хорошо, вот это твоё мнение, всё, ты просто показываешь своим видом. Не то, что там, что-то как подносом, как настроить, ты смотришь, что-то. Хорошо. Ты хочешь твоё твое твое мнение, и уходить. Потому что ты не можешь вот так вы сладенький. Тяжеев может быть сладенький, но если он будет вот такой, как будто никто не похож на него. И вот каждый выбирает свой стиль. Вот у меня был такой стиль, и не прошёл. Потом мы долго разговаривали, потом была куча наших, у Антона там была травма, всё это. Самое главное, что я это помню досконально, я это помню, даже какие-то моменты были. Что куда я свисну на правую сторону от секретарского стола промежку. Я помню, где Журавлёв ошибался. Я помню, какие моменты, где нужно было что-то страховать. И помню самое главное, что командная работа была плохая. При том, что игра с ужина была там, ну, так, нормально. Вот такие. Так? Полагаю. Поехали дальше. Дисциплина приносит результат, дисциплина. Свобода тревог. Вот мы вчера, простой вчера пример. Вы взяли, что-то сказали, да, у нас тут договорено с охраной, мы тут, знаете, вот мы тут со всеми обнимаемся. Раз, а тут не проходит. Когда вы приходите на первенство России, здесь другое. А когда мы здесь как гости, на сегодня... Нет, через охрану можно, это тогда за это охрана получит. Да, да. Может, мы проговорим. Вчера мы говорили, да, развитие игры. Самое важное, вот то, что мы говорили, ваша судьба. Вот эта красная, красная линия, то есть вы поймите, у меня был разговор с неким, сзинкой, сапаровой, сгалушка, с Лешевиком. Кстати, бывают такой разговор. Ни насколько мы с тобой бывает разговариваем в месяц, такой длинный разговор, сколько он может снизить по времени. Не больше не ушло. То есть мы два часа сидим и мы с ней разговариваем. То есть я, ну это полезно себе и мне полезно. То есть, ну, кстати, два часа мы разговариваем с ней о каких-то вещах. Или Славрухина, мы час говорим. Есть некоторые ребята, я говорю, ребят, вы поймите, что сейчас пока вам до 30 лет у вас год за пять. Год за пять. Антон Алексеевич пробовал, мы с ним на английском разговариваем, я на белорусском, английском, он тоже полу-белорусском, тоже на английском. Пытались, кто-то говорили, говорили. Я теперь его спрашиваю, Антон, а ты что, когда в школе был, вот еще час не зановишь, что там в школе, что где-то еще ты не учил? Я слышно, вопрос-ответ, да. Мозги свежие, мозги еще такие пластичные, они все впитывают, как губка. А потом, жена, машина, кредиты, работа, увольнение, какие-то эти, судейские, рейтинги. А пока ты молодой, вот кижай, молодой, красивый был, сейчас уже, оп, щечки. Уже молодой, но уже не то, что некрасивый, но уже ты должен быть интересным. А когда щечки, уже эти щенки смотрят, ну какой-то хомяк, ну какой-то такой. А хочется всегда быть таким стройным пацаном. Поэтому я вам всегда говорю, год за пять, вы за год можете сделать столько, чтобы потом, когда вам будет 30 лет, вы пять лет будете делать то, что вы сделаете за год, пока молодой, и ничего не занимает такого. Но однако, что вы делаете? Вы просто транжирите это время. Думаете, вы поменяетесь? Нет. Ну и я не советую вам меняться. Вы же поменять, это нужна сила воли. Это нужно, как у нас, Дмитриев делает секту. Какая секта? Что дисциплина есть, это секта. Что люди приходят, сами учатся, разговаривают о жизни, это секта. Что люди могут друг за другом постоять, это секта. Что люди попадают в роли, кто хочет работать, это секта. Что если у кого-то умирает человек, люди собирают деньгами так, что человек не имеет проблем похоронить близкого родного это секта. Это нормальное отношение то, что было в Советском Союзе. То, что люди, молодые ребята, 15, 25, 30 лет, они живут какими-то одними вещами. Кто-то ошибается, кто-то что-то другое делает. Это не похоже, как другие. Таких вы не похожи. А как это может быть похоже? Таких людей нет. Это вы сами создаете? Вы собираете какую-то группу, вам нравится, не собирается, не нравится. Мы иногда, мы годами собираемся, по правилам можем говорить только перед экзаменом. И то, кого мы учим? Халушка. Ну, тупая. Мы ее на Курском вокзале нашли. Дальше. Успех, когда попяток встречается с возможностью. Вот здесь вы готовитесь. Вы знаете критерии. Это критерии фибовских судей. То, что мы вам здесь даем, это критерии, которые даже многие фибовские судьи в других странах этого не видят. Белорусы, слышишь, были там они, Фомина приехала с этим, какого, этот, Барая. В 2015 году приехали, крутые, все, остались, Фима. Сейчас уже свободных мест много, Троцкого взяли тоже. А вообще сюда ехать, они все знаем, мы все умеем. Мы там с Америкой общаемся, АДЕМИ, вебинары. Я посмотрю, как он сует, ничего не меняется. Человек фундаментальные вещи не знает. Жесты не знает. Вот это подготовка. Я просто вам к чему говорю, что большинство нас, чем мы можем, мы думаем, мы имеем какую-то исключительность по отношению к Европе? Юля, нет, абсолютно. Мы просто другие. Но мы не лучше в 100%. 100%. И мы еще ведомим. Приходит там, Лесин это, утопено, ни одно слово не знает, улыбаясь такая, да, да, да. 100 раз лучше сует от любого иностранца ничего не могу рассказать. Теперь факт, и все, иди отсюда. Я всегда, когда прихожу, у меня водка, что там есть, вот эти слова. Водку знаешь, значит, по-русски будем говорить. Здравствуйте. хеллоу, привет, задействуйся, там все. Или, допустим, с подносом, идет, прибал, да, ну, родился в Советском Союзе, прибал, он уходит к Европе, ты что уходишь? Вечером к нам приходишь водку пить, а уходишь туда, днем разговаривать. Это какая-то проституция. Ну, или там тоже, я белорус, и всю жизнь буду белорусом, не полурусским. Белорус, ну, я не могу от России выйти в другой стране. Не для того, что там у меня жена россиянка, где-то что-то еще. Просто наша культура одна. Вы говорите, таймал. Последний слайд, таймал. У каждого человека есть своя судьба. То, что с ним происходит, это его биография. То, что вы с собой делаете, это ваша биография. Когда от велений пересекаются, получается успех. Судьба у вас настроена на положительное. Никто вам не меняет ее в отрицательную сторону. Кто меняет ее в отрицательную сторону? Совершенно верно. Своими тупимыми мыслями, своим поведением и своим что? Безразличием. Потому что нам похер. Давайте, у нас 11.30, в 11.45 делаем перерыв. 10. 10. Начинаем. Начинаем. Давайте продолжим. У нас, ребят, мне знаете, что очень ценно ваше время. Почему я за это время пьюсь, чтобы в зале у нас было? Я редко слышал, чтобы у нас, как вот здесь, давали судейскому лагерю, вот такому нашему, два-три часа в спортсменном зале. То есть занятия в зале, три часа в зале, это часов десять лекций. Потому что ты сам его выберешь, мы пробуем, ставим, вы смотрите, разбираете важный момент. Что я дальше хотел вам сказать? Есть такое понятие метод динамического программирования. Я, как вам рассказывал, кто-то может слышал, кто-то может видел эти диаграммы. Еще раз вам расскажу. У каждого человека, если он будет ставить перед собой реальную цель, и у него будут реальные начальные точки выполнимые, он может многие вещи достигнуть. И мы говорили, ну, видите, есть цель у меня по жизни, допустим, судить олимпийские игры, вы самым лучшим судьей, да, вот, точка пять-три, да, понятно. И мы, группа, начинаем, я вам покажу. Мы брали это по судейству, по судейству. У нас есть вот такая диаграмма, и смотрите, у нас шаг каждый, это пять лет, пять лет. Вот берите свою судьбу, свою жизнь. Вы вспоминайте, во сколько вы пришли в судейство. 16-20 лет, примерно так. Мало кто пришел там 10 лет, кто-то 14-15, не проблема. И каждый шаг у вас 25, 30, 35, 40, 50 лет. Это активная жизнь действующего арбитра, когда ты выбираешь уже судить региональные турниры и выходить с ним и сад. И посмотрите, мы выбираем, кто в судьи приходит. Это можно, на эту схему можно построить любой процесс жизненный. Кто приходит в судейство? Есть люди, которые судят. Ну, играли в баскетбол, правильно? Из баскетбола. А есть люди, которые баскетбол просто любят, но они никогда не играют. Есть такое? Ребята, которые закончили играть, студенты, ребята, которые играли в каких-то кружках, секциях, занимались баскетболем. И те, которые, соответственно, в баскетболе ничего не знают, просто смотрели там матчи Н2А, матчи там в Евролиге, в Лиге ВТБ, ходили на эти игры, кричали с лозунгом, как Никита Кижак. И теперь, смотрите, вот этот уровень высокий, начальный, то есть я из игроков пришел. Я знаю, что такое баскетбол, пробежка, технические какие-то комбинации, тактические взаимодействия. И 0-1, 0-1, это человек, вот 0-1, это который пришел не из баскетбола. И вот у нас есть вариативность наших действий. То есть ты себя сам программируешь, то есть ставишь себе цель на какой-то промежуток времени. Если она не срастается, то ли цель высока, то ли у тебя нет задатков, способностей, ты должен что-то с собой менять. Или, вы знаете, что, допустим, профессия судьи, она не каждому дана. Это специфическая, это экстремальная деятельность. Это деятельность, которая в течение одной игры ты можешь посидеть. Это деятельность, в течение одной игры ты можешь закончить карьеру. По каким-то субъективным или объективным причинам. Знаете, понимаете, о чем я говорю. Всякие могут быть причины. Они есть везде. Принцип работы один и тот же. И вот мы берем шаг у нас. 20 лет. Значит, первое. Неосознанная некомпетентность. То есть человек, который приходит, допустим, я играл в баскетбол, а хочу быть судьбой. Я понимаю, что такое судейство? Вероятность очень проста. Потому что нет. То есть я, да, надо свистеть, нарушение фолы. А как свистеть? Что это за работа? Я не знаю. И вот человек, который приходит, и он думает, что он знает что-то. Это самый неправильный путь, с чего надо начинать. Нужно прийти. То есть я хочу быть судьей. То есть я называю это обновленная флешка. Вот пустая флешка. Я хочу, я знаю баскетбол, но судейство я не знаю. И вот здесь осознанная некомпетентность приходит в первый уровень. Приходит, например, Андрей Семенович, через 5 лет, ему 25. Он приходит и понимает, что судейство это глобальная работа. Что баскетбол настолько стремительно развивается. И защита, и нападение, и техника, и тактика. Что я просто не психология игры. Как вы думаете, судья должен знать психологию? Судья должен знать педагогику? Судья должен быть в хорошей физической форме. Судья должен знать правила интерпретации. Судья должен понимать жить. То есть по факту, я должен знать, как команды играют. Как команда играет. То есть еще я должен знать комиссара, секретарский стол и всех остальных, включая врачей. Я должен понимать, как в экстремальной ситуации не работать с неформальным лидером, который через котором можно найти дисциплину например того же врача не с тренером который сразу меня пошлет и потому что я уже на грани технического пола с них а я знаю что технический пол не спасет ситуацию я иду к врачу игру там доктор лискал и он идет к этому врачу и рука тренеру и успокаивает ему по мне суть я это ну человек который должен быть образований самый образованный человек на игре если он хочет быть сильным судьей ну идеально и вот в этой ситуации смотрите у нас 1 25 лет у вас начальные уровни прошли потом у нас идет персональная ориентация мы выбираем выбираем что мы хотим у нас есть там самостоятельно или мы работаем по корзинам формируем формируем знание умения навыки знание вся педагогика то что вы учили кто-то учился в институте знание умения и навыки мы разбираемся что мы хотим что-то достигнуть и теперь посмотрите у нас игрок который захотел стать судьей у него есть вариант пойти вверх то есть уже на уровень профессиональной ориентации сохранить свои те же способности но никто же его не убрал то что он заиграл баскетбол навыки игры он может не может показать технический прием потому что набрал веса но в теории понимает что это технический прием правильно неправильно он его исполнял согласны со мной а третье вот допустим никита он может подняться на этот уровень понимания баскетбола игрока до или просто выполнять социальный уровень социальные лиги детские школьные лиги он сует и вот на этом уровне грубо говоря он плывет по своей жизни теперь мы смотрим последующие третье осознанная компетентность 1 уровень что такое осознанно компетент то есть 30 лет человек он уже осознает что я жертву я не ищу работу какую-то побочную я работаю в судействе и у нас видите потенциальные судья фиба или национальный уровень национальный уровень то есть 30 лет я начинаю профессионально ориентироваться куда я готов я иду в эту работу трачу время трачу свои деньги вы свое личное время сюда приехать чтобы определиться куда мне дальше двигаться определить свое состояние где я нахожусь это называется как бы концепция я красноярске где москва где европа где белоруссия и в день а и кто я и в каком месте я и что я могу сделать и нужен ли я и нужны ли мне вот люди которые со мной работают вот это определяется я определяю теперь смотрите с этого состояния если максимально да мы берем андрея он идет оказывать точки 22 да а этот судья который шел кижаев у него есть выбор идти в точку 21 на обычный выполнять социальный проект судить юрий павловичу дергану все цифру приезжать по хру окучивать весь 3 на 3 посему или смотрите или смотрите вот здесь до с этой точке вот он он приходит или вот если я вначале захожу до уровня семенова встретиться с ним минуя 10 лет на этом высоком уровне быть кандидатом возможно человек который не занимается пуске не занимался баскетболом не играл 10 лет спортивной школе за 8 10 лет подняться на уровень потенциального судьи как вы считаете абсолютно возможно просто нужно работать думаю вот мы с вами за пять дней проходим полугодовую программу то что мы делаем школе молодого арбитра в москве московской области полугодовую вот все эти занятия то есть выпал выпал мне туда подошел у меня голова взрывается такой поток информации это еще мало мы работаем дальше у нас лет 3 35 лет осознанно компетентность вы понимаете что вы полностью отдаетесь и у вас получается вот с точки 22 действительский жарик и семена вы идете вверх вы идете точку 32 до и вы идете точку 31 точку 31 это . . невозврата из которой вы уже подняться быть профессиональным арбитром не можете вот здесь это кино вино домино все наши слабости все наши проблемы кто виноват все вокруг все вокруг но только не я есть такой в жизни юля меня не у тебя по жизни ты ты человек взрослый ты должна отвечать да очень много таких примеров вокруг они окружают нас с этой точки мы можем пойти . 32 мы плывем знаете плывем по течению и думаем нам кто-то должен помочь здесь . невозврата тоже есть потому что если вы не будете фиба янг категории кандидата на фиба вот то вы получается с этой точки когда последний срок получения фиба 35 до 35 лет и у тебя 35 лет даже никто смотреть но у код новый срок же стоит до 35 лет если ты до 35 лет не получил фиба то это идет . невозврата ты туда уже не войдешь ты не будешь не судьей втб никаких других соревнований высоких ты не будешь а с точки 33 будущий потенциальным под ничего не фиба потенциал рэп и ты можешь сюда пойти и стать фиба янг рэп и ну там янг потенциал рэп и но уже фиба или национальным судьей на национальном суде рэп или выполнять социальный проект то есть первое первенство город резан дальше мы идем вот с точки 31 подняться вверх невозможно можно просто выйти на какой-то уровень уровень цифру млбл супер ну-ка в первой лиге и работать вот здесь в этой ситуации а вот в этой ситуации можно выйти на точку 43 что такое . считает и в нашем баскетболе вот здесь ведь это префери 44 или фиба национальный судья это 43 можно отсюда подняться 43 что такое 43 это пример лига ты можешь 35 лет стать в судьбе примерники и суперлиги можешь у нас много ребят моих хороших коллег допустим юра назаренко у тебя только сирийск асандара малый сергей чук лёша ты и втану этот андреев много 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 ребят лёша архипов есть хороший пример вячеслава антон чухов добраться с виском в поляну вышел в 34 года да 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 и пока вароник вот и вот здесь смотрите а вот в точке 44 дальше уже эти на фиба и вопрос заключается что можно выйти будущей студии фиба в точку 43 там поздно зайти на фибовскую категорию и опять подняться а может также опуститься на вот этот общий уровень национального графа финального судьи даже потерять судью фиба будущий судьи фиба можно посвященную фиба спокойно без проблем то есть ты не выполняешь требования ты что еще и ты спокойно падаешь на общий уровень или взять вот все единички 011 1214 151 пройти и так же строится все как по жизни как по жизни то есть у вас есть дети может так как экстремальная категория то есть можно идти вверх можно я хочу показать какой-то плоскости здесь очень как бы смотреть на это тяжело но все в наших руках то же самое по работе самое главное не быть на 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 любом уровне и думать о самом топе здесь не надо нужно поэтапные у тебя старт низкий старт низко играйте понятно себе суть теперь мы дальше идем вот это очень важно я вам расскажу на мой один из моих учеников даня желтов вот он 400 за обучение он посчитал что он он умный но ценится не умные а те люди которые могут применить свои знания те которые понимание ценится каждый меру своего понимания работает дальше а меру непонимания работать на тех кто понимает больше ты можешь все знать но если я тебе буду вливать в уши друг другую информацию и ты будешь понимать что как бы я не понимаю что делаю так а получается что сильно про игру бывает такой ты знаешь но вещи не понимают как устроен тебя постоянно кормят завтраками завтра ты будешь ли финал завтра ты будешь ли финал а потом слушай но не получилось зале . пошел какой дочь пошел на эту финал к был первая стадия неосознанная некомпетентность то есть вы должны прийти как обнуленная фир флешка то есть вы не знаете вообще ничего о своем продукте 2 через какое-то время вы понимаете что тема любая любая работа чем вы занимаетесь это катастрофически большой объем материала информации 3 это идет осознанная компетентность то есть я знаю свой пример вот я например в судействе знаю но на процентов 90 может быть больше немножко может быть меньше каких-то аспект что-то забываю именно по судейству я могу сам не не показать на площадке но прокомментировать справедливо могу но самое главное что проблема возраст то есть я понял что я могу судить а мне говорят до свидания его четвертое неосознанная компетентность это люди которых есть интуиция вот он сидит да ведь слушай не див дикси спалитесь вот откуда ты знаешь выходили там что у нас все нормально мы сохранить тут вот такие бар спалился у блин непрухо понимать человек просто знает ситуацию издалека он вот ребята у нас пасут нам все дают но не ходи нет пойду думаем все нормально это мы там и там что решит бах не получат бывает такую и по жизни по жизни ребят такие у меня есть люди пожилые дядьки вообще которые древние вот с ними сидишь он тебе какой-то совет думаешь откуда человек понимает он когда он что он баскетбол слова не знаю он а он ведь все в жизни одинаково принципе все одинаково люди врут одинаково люди делают вещи одинаково люди уходят от ответа одинаково люди страдают одинаково и радуются одинаково то есть ты должен абстракт и убираешь эмоции и оставляешь человека голову раз у меня жена на каком-то занятии и они это совещание ее ее подруги ну просто троллит и троллит минус 10 премии минус 10 процентов тут еще она там что сказала минус 15 минус 20 сейчас уже у ее подруги слез на глазах за что нас тут мы же все вместе почему только нас этот моя жена вина гасим слушай а пристав как-то вы хотите состояния уже так слезы накатываются приставь этого урода шоу голову ну голову приставь и кто смотрит по полных тролли довольно все минус пятна за они на него смотрят вершу расторжу воспринимать вот 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 такие вещи вы должны понимать что что по жизни нужно что у вас были наставники лет пальцем когда после на это андрей он с лёши архитум все уже руки по жизни супер молодец все и по другим вопросам правильно самое главное что можно было кого-то получить ответ и вы должны это соотнести с собой вам ответ который дадут он вам подойдет вот я тебе скажу давай технический пол как я даю ты даже 3 у тебя не пройдет у тебя не пройдет вообще потом один не скажу слушай а ты можешь сказать так как я скажу грубо она морская и тоже не пройдет до гузина ты попробуй сказать слушайте давайте я посмотрю и это я так никогда не скажу вы а а то наскоро скажет и у него пройдет ну вы понимаете разницу то есть разница все разное вот вы здесь сидите приехал беларусь ты отличаешься от меня полностью ты другой беларусь другими у тебя больше шансов быть лучше ты их воспользуешься я должен сказать ответ конечно он отличается вот это надо там беларусь искать добрые такие целомудренные вот видишь не целованы надо заходить глубже с чего начинать и мы сейчас начинаем крепкий фундамент анализ вашего состояния кто-то дает себе адекватную критику и анализ состояния ты даешь себе хоть раз жизнь толковый парень молодой даешь счетчиками но нет не всегда адекватно абсолютно вот это хотя бы править утром не поддаешь ты осознаешь что у тебя времени вообще осталось ли они не могу под камеру говорить ты даешь себя осознание всего что я делаю каждый день суждаем сказать мне а если я не делаю ничего это может быть как один вариант чтобы для анализа чего-то может быть да может быть утром то есть я напахался как папа как лучше дубов я устал полный я могу просто лечь и спокойно проанализирует ничего не делать да вы же так не делать редко я практически не то я я я я я трудоголик у меня самая большая проблема это то что из мамы что я отдыхаю в работе это страшно то есть у меня чувство прекрасного нет все как будут из театра кино музей я был каких-то за дворцах замка а единство что я буду на формуле-1 на джипе мы едем шумахер там это боксе заезжали задом этот но тот был там где-то айтон сена ну там какие-то замки 20 но я меня это не вставляет вы какие-то оперы там сюда ласкала там заходят и даже некоторые вещи и даже не знаю каких городах они находятся но мне не интересно вот а вот где-то какая вот что то что во что я вбиваюсь я уже стараюсь до конца чтобы уже только остались но это неправильно девушка должна любить гармонию должна быть работа отдых нет девушка должна отдыхать ну работа у мужика должна быть и этот и отношения другой вот этот можно еще вопрос чисто о вас жена русский поле говорите о судействе я здесь то что я мы говорим а она она имитирую что она слушает но глобальные глобальные вещи глобальные вещи она 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 да она дает мне самые точные ответы самые точные ответы надо вот мне я всегда говорил куда мы не приходили вот люди нас просят только какой-то она при появляется я говорю стоп ты говорю вот это человек ради который что что я вам делаю для вас отдаю это нужно сказать ей спасибо все сидят они не многие не понимают там сафар сафар как бы понимает но она как бы она знает но не понимает ну глубины то есть человек в москве она человек который вы просто ходит туда занимается там что-то ничего не приносит только тратит время на наши думал что я хожу по бабам потом они поставили мне геолокацию на телефон и мы находились мы сидели в киевсе так что-то меня на лекции руки все сидите я бы откуда знаю а дети поставили где-то я нахожусь и все и она смотрит а следует потом она понял что по бабам я не хожу ну и как бы так и она говорим редко я пытаюсь допустим ну то есть до 6 все вопросы решить но не получается потому что какие-то звонки бывают я не до собакой выхожу она знаю что они не любовь и сам звоню там позвонил там что суга я захожу домой с собаками давай уже завтра все равно компьютер все равно это и она перевод превалирует на домашними ключами но я стараюсь превентивно все вопросы домашние закрыть мусор вынести вымыть полы я только не стираю строительная машина я даже не подхожу ну что там вот такой вот все домашние продукты купить потому что другое время трачу здесь вот я как будто в этом но это мой стиль я в семье подкаблучник здесь я нагнетатель а там я так она выжится я я так щеки надуваю и мы живем гармонично я не услышал я просто потому что вы же фанат своего дела и мы же наверно 23 на 7 разговаривали ночью в 1 ночи встаешь раз компьютер даст его уже заколебал что-то сидишь там это такое ну такой да но вот это понимаете что я вот сейчас 10 лет они тяжелые я первая семья я ушел с первой сюда пришел и самые счастливые годы в борьбе все время каждый день борьба я всем вам желаю жизнь в этом кайфе когда ты идешь до мурашки по телу от работы ты приходишь смотришь на допустим или допустим я смотрел лаврухин дал с лицевой линии время смотрел барселона когда сметаны за заборе вверху виздец ну как это вообще возможно то есть лицевое время с лицевой зафиксировал за 8 секунд до конца четверти нарушения счетчик не шел там две десятых секунды ты куда смотрел а он у меня технологии я смотрю получение мяча часы получил игру когда я опять на часы и смотрю стоят одну тоже цифры там же после запятой ну вот это и на тебе когда мы мы говорим есть там что-то 5 встречал я я знаю почему он попал в юролюбе чего почему попал в юролюбе сказать вам ответ я договорился и вот следующий кто хочет ко мне обращается это недорого картошка и берите мешок я бы второе один грит один у тебя просто как сплетни он знает английский 2 он хорошо контролирует время и таймер для броска хорошо он хорошо знает механики 3 4 у него хорошая презентация жестов он соблюдает я говорю ребята вы назвали пять вещей если каждого тема собрать то что человек делает так это он будет кандидата на фиба и на евро ли ну человек вот ему 26 только 27 лет вот у него есть пять этих качеств которые каждому сказать один сказал время второй сказал а ютиска жесты четвертый скалангий скет и что нужно еще но просто у человека срослось так что попал а бывает у меня человек которому и горло рвется 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 бак эти пять лет наторвался то есть человек старается и и многих аспектов не доработал все форсировал и уже возраст то что мы в этом мы говорили . невозврата то что чем если бы он было пять лет моложе может быть было другое дело что нужно харизма лидерские качества персональная ответственность не стоять иногда за спиной а выйти и принять решение выйти принять решение золотой свисток старшего орбита ты стоишь на чуть-чуть там должен знать что происходит здесь ты старший орбит в моей игре мы допустим на работу вот тогда ты проявляешься узнать и отключаться 2005 года справочник 4 столько фамилий не знаю ну то есть я как бы их слышал просто за 15 лет расслабилась куча людей включая студии фима просто их на балл дальше индивная техника тройная механика это мы с чего начинать то что мы здесь с вами делаем то что мы здесь с вами делаем мы не разбираем то что у тебя было в игре мы разбираем что тебе нужно для игры и стараемся допустим утренние лекции и утренние занятия в зале они помогают себе дисциплинирую тебя тебе помогают вот никогда не смесь сюда подойти кому-то подскажи уважение окружающих преемственность мальчик вы человек вот такой человек который соблюдает чувство меры чувство совести тут он человек может человек что-то ошибиться может все все ошибаться соревноваться с собой знать вот я оставлю андре ты стоишься вот так эта фильма ты ставишься и вот так ну да пока по поискам до а твой уровень так что это вот это ошибка то что не хватает быть вот здесь может и будет сможешь просто ты просто ничьи нет-нет-нет свой вектор сегодняшнего состояния не знаешь а хочешь быть си и тебе нужно вот этот вот этот вот эта часть просто компенсирую чтобы туда влезть вектор ошибки точно это не хватает активность и агрессивность в решении харизма не все могут быть харизматичным а вы думаете что должно быть 33 таких уверенных судьи нет пускай кто-то будет вот есть вот мы берем да у нас есть топовые арбитры валиев ну путенко авина кто там куда вы давайте возьмем путенко авина давудов 3 путенко авина кто-то самый харизматичный из них утробина скажи авина тот по твоему давыдов харизматичных ты кто считаешь давыдов ты кто думаешь семен давыдов харизматичный хорошо что ваше понятие харизматичность энергетика индивидуальность то признуть что присуще только этому человеку и больше никому сказать а ну вот да если так это утрирован клоу нет это не харизма это не харизма почему мы мы говорим про то что человек давыдов может быть лидером нет харизматичный лидер пытается быть мы знаем что давыдов не может быть вот мы правильно он пытается им быть но он за счет харизмы мы давайте а вот путенко лидер а кто лидер авинов или путенко а кто лидер первого плана а кто лидер второго путенко первого путенко первому я думаю что мы говорим немножечко о другом но по факту вы думали по факту это ну я просто я просто понимаю составляющие почему осмойте я же анализировал и по анкетам которые мы говорили и по наблюдению что семён харизматичный он везде хочет быть первым и вот суть так как то есть не того что он делает первым он хочет бывает такое было то есть он и там и там ему нужно всегда вставить у ему нужно нагнетать на лекции ему нужно какие-то вещи сказать согласно сам вы такую активность агрессивность вот лидерские качества у путенко видели на семинарах на 1 игре то есть когда он идет и придет туда предпринять решение в меньшей степени а теперь а теперь мы берем лёшу давыдова лёша давыдов идет в игру агрессивно при том что он понимает игру принимать мы не говорим о качестве все вы с высшего уровня все три судьи они на высоком уровне мы характеризуем их психотип и черты характера вот лидерские качества у семена они ярко выражены то есть человек хочет вести за собой другой вопрос получается ли и на каком уровне вы понят я не критикую а теперь берем путенко путенко нужно быть старшим арбитром по игре по его харизме давыдову нужно быть там и давыдову нужно финал просто быть на финале и вот вы разбили разделить и по мне семён хочет быть всегда старшим путенко готов в любой сильной игре принять решение персональную ответность взять на себя и помочь и давыдов просто адекватно свою ситуацию которая оценивает он не видит который не оценивает да но это мы другое и теперь сразу мы говорим теперь мы сразу говорим как нужно знать если я лице путенко для меня илья вот сейчас он его игры они проходят на высоком уровне почему потому что он не гонится за лидерством в игре он оценивает что и а если допустим потенциально кто старший арбитр ставят старым или третьим от ощущается дискомфорт кто-то там в глазах дискомфорт ощущается то есть если я хочу быть старшим у меня ставят вторым или треть я на старшего вот я готов я лидер я за собой тяну а я должен под выигрыш на поясните пожалуйста данной ситуации путенко готов быть старшим арбитром но ему это не надо он сам по своей на то я тебя поэтому он ему вот это вы ответили на свой вопрос ему это не надо то есть он готов быть но ему не надо но если ему это не надо значит он он не хочет быть этим он был он готовый старым третьим так это его предназначение быть сильнейшим вторым арбитра но есть его поставить старшим он задержали справиться он справится но не в такой степени как тот человек который у него внутри он лидер вы понимаете что такое лезть и мочит тоже две разные вещи я я знаю хоть и пути мы будем мы про это и говорим то есть если я хочу но с чем-то не могу справиться но желание то остается и мне не хватает чего-то я все время нахожусь дискомфорт вы понимаете о чем тут вот есть разные люди я например надо на лекциях своих не позволяю чтобы меня перебивать вот где на знаю то есть ответ порос мы вместе с вами и я всегда как вы виду одно у меня тема как демократия что такое моем понимание демократии сделай лучше чем я тогда ты будешь это тогда я я тебя полностью доверяю процесс не один я здесь назначаю назначаешь пожалуйста тебе все задать не забудь уголушка экзамены не забудь у сафаровой переезд не забудь у лаврухина то надо забрать вещи у лотыша камеры штатив и все завтра все принести не не так я не хочу вот тогда отдай все и не надо не говорить назначать будет сафарова и она назначен так чтобы каждый человек заработал по 545 рублей за игру а не ты поставишь одному человек который 8 игр отсутствует на 4 800 и а все остальные будут голубые вы понимаете чем и говорит добрый день извините вот это очень важно то что мы сейчас с антоном алексеевичем какие-то вещи проговаривали вы должны понимать что человек рожден кто в лязанская в лязанске в лязани лиза у вас и суть и суть и лёша откидал да хорошо кто цифра лидер кого можно выделить если суть и суть ну-ка да ну и за вещах не менее ты ты не путай не путай только холерические при признаке холерические с тем что лидер который брок берет на себя персональную ответственность мы горим лидер тот который берет на себя персональную ответственность и сделает продукт игра отсужена вот про эти вещи я говорю тоже тоже вопрос поэтому вот мы про что говорим ты задумываешься ты свое место определяешь 1 ты 2 до 3 вот на своем уровне там 6 5 1 вот эти вещи ты лидер или нет теперь другая ситуация как вы думаете в тройке должны быть сильные 3 арбит обязаны нет есть 3 арбита есть 2 из 1 1 это который визит который ведет за собой 2 и 3 это ноги 2 который может заменить всегда а 3 всегда который он и помогает и работают принимают решения но у него роль может быть немножечко другая он поэтому какой треть вы понимаете что бывает в одной механике мой преподавателем федор я никогда не без наружу но когда какие-то конфликты кто решал он решал потому что старший арбита все время только технарил все и на технарил а этот могут я приходил и разговаривал и по итогу получалось что все проходило хорошо наставничество не виртуально старый наставник не виртуальная фундаментальный узнать какие-то вещи говорим да вы представляете что на мозг вот вас в школе все все знакомы почти все закончили школу да кто-то еще учится у вас в школе есть учитель который может быть третьем классе был у вас пятом который выполнен будет помнить всю жизнь чем-то он же вас взял чем-то вы помните нигде я имею виду под положительность положительным я не говорю отрицательное что да да развитие навыков общения вариативная коммуникация как вы считаете что нужно силой или умение общаться и сила тоже но умение общаться важнее умение слушать умение слышать умение тебя грамотно остановить ты идешь идешь бах имение сострадать ты не начинает себе жаловаться ты стоишь на его волну что сказал что хорошо ты не может быть такой этика ответственно за свои поступки если что такое эстетика бежать эстетика да я не знаю да наука касательно прошу вынимается доверять процессу готовится всегда процесс что вы делаете эту путь к этому и которые знали ответственность мы с вами говорили независимо то что мы с вами говорили про пропозиции ответственность за конечный результат независимо от позиции в игре 3 я 2 или 1 эта игра наша решение предполагают последствия будьте готовы принять ответственность за ним тройку делайте свою домашнюю работу строите фундамент то есть ваше тело помните была лекция про самолет самолет бьет по крыльям по крыльям а он приземляется проблема где самое почему он приземлился суть потому что мотор был целый пилот был целый бензобак был целый вот выделите что у тебя хорошо получается коммуникация получается молодому там что-то же стекуляция получается техника бега как этот какие-то другие вещи получаются допустим харизматичного всегда технологии науки тоже когда тоже нужно уметь грамотно поставить на место принять грамотное решение то есть не бояться принимать войти в игру и принять решение тоже может быть тело вы никогда не сделайте себя полностью все идеально вы можете только какие-то вещи по подвеси но самое лучше допустим мы берем некоторые судьи там время ну это сегодняшняя тенденция знать время постоянно секунды сегодняшняя механика сегодняшний есть аются сегодняшний выбор позиций имеет план а боится какие из последствий самая главная память я вам сказал про когда у нас саша галушка панел 4 корзины я буду ты имеешь план а боится она быть я не так что такое а ты остаешься б тебя выгоняют все что ты будешь делать дальше обратная связь с кем-то доверяется ведь посмотрите через всю презентацию мы говорим о тех людях с кем мы советую я знаю что многие судьи молодые созваниваются с антоном Алексеевичем спрашивают так это какие-то зла я знаю что 99 процентов эти советы они рабочие но есть советы которые не работают может быть такое то есть если я доверяю вы всегда смотрите вам это подходит почему вы доверяете или допустим я буду все время боку ужалить или там она хорошая там все добра это это и поможет нет никогда не поможет сладкая ложь и но встал анализируйте свои результаты ищите возможность слушать и расти то что мы говорили сами не давайте страху остановить вас от пути к цели вот я вам свои примеры рассказывал что то есть доделывайте до конца упорная работа ничего не гарантирует но без нее ничего ты не можешь добиться и достичь чего либо будьте честны важно как вас воспринимают окружающих есть люди которые вас из баскетбола плохо воспринимают андрей все есть такие кто из судей себя плохо воспринимают и судя калий комиссар здесь сидят называется профессионализм есть человеку относиться по рабочим момент и предвзято такой объективный момент объективно если это объективно бывает при взят субъективно и все это 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 ложится на все вы знаете вот ты допустим мы берем допустим я беру себя андрей ты мне патологически не нравишься я просто тебя и все твои поступки хорошие или плохие я смотри я стараюсь себя все твои поступки переделать так чтобы утвердить свое мнение которое у меня был помните как они будут про мудака ты ходишь как мудак работаешь их мудак спешек мудак кушаешь их мудак даже если был конкурс мудаков замер по второе место почему то вы поножете мудак смысл такой что-то тебя сделали уже ширина один вопрос просто вот к вам вы понимаете вот андрей допустим ты на это я прямой человек вот если я тебе говорю ну вот но и я не никому за спиной ничего если я считаю что человеку не надо судить и надо закончить судить я ему говорю всегда глаза хорошо утромить тебе вот я где люди судить не надо я предвзято те отношусь но это обоснованно я говорю пока почему а вот видишь это не нельзя ты считаешь что это не придет на самом деле я обоснованно говорю почему тебе не надо судить но ты это для себя принять не может и считай что это придет немножко разные вещи вот про что я хотел сказать у тебя тоже сам придет и люди профессионал свое дело они могут относиться придет ты можешь воспринимать это как придет но это не предвзятость это вот и это опять же как говорит федор борис некое доверие тем людям которые тебе что-то говорят хотя можно дуть в попу говорить как он один будет тебе дуть попу говорит его лучше замечательный а потом придет жук дурак и скажет братан заканчивай себя не мучай меня не мучить команды не мучить и баскетбол не мучить но это не значит что я придет себе отношусь я просто тебе высказываю таким образом свое мнение по отношению не тебе как человеку как к орбиту хорошо знаете слушайте больше чем говорить пока молодые слушать нужно уметь грамотно слушать потому что многие вещи можешь просто понять даже не хотя какой-то конфликт то есть ты знаешь что что-то против тебя ты просто слушаешь и самое главное удержать эмоции которые чтобы не дать молодые всегда они сразу воп не поняв думающие и потом сами себя влетят и сама что допустим вы живете далеко мы находимся здесь что-то вы сказали лицо образ создается отрицательный и с этим образом ты живешь туда год до следующей встречи это важно и многие из вас это уже прочувствует подумайте почему люди должны хорошо вас называться почему а тут у как вашего желания от того что вы такие хорошие красивые худые нет будете настоящим когда разговаривать то есть вы не говорите что я там что-то сделал делайте сейчас будьте аккуратны социальными сетями мы тоже говорили учитесь принимать давать обратную среду мы с вами говорили не удается планировать начну планируется неудачу человек который не может поставить перед собой цель вот это очень важно хорошее выражение является объектом чужих руках управления вы понимаете это суть если вы вот придете по течению вас всегда пошли сюда судим там накрывают стол что пошли туда пошли оттуда и ты плывешь и не понимаешь за счет это делаешь и потом все плохие я хотел а мне не дали мне никто не позвонил что значит быть сутью принимать решение мы с вами уже говорили быть лидером повторение одно того же не гарантирует постоянный успех новые методы и технологии новые лучшие методы необходимы для того чтобы быть спереди это мы с вами говорили смотрели конечный результат зависит от каждой члены команды я даже молодой судья новичок он может помочь себе с аутом с трех очковым броском с таймаутом на последней секунде замены на последней секунде что перенести например выбрасывание в одиночку можно осудить матч но не чемпионат не должно быть звезд самое главное что человек который сильный он всегда дает свою силу другим чтобы быть втроем по крайней мере не хуже три вида формирования навыков помните метод профи ошибок то есть вот это чисто русский набиваю башку пока там она такая не будет чтобы потом знать как работать второй американская система блоки на каждое слово на каждое решение есть четкий блок что-то сказали технического самое главное если между этими блоками сделать какую-то взаимосвязь чтобы можно было достать правильный ответ есть третье то что и григория по заданных у меня есть матное слово я могу на него посмотреть могу уйти ничего не сказать как будто я не слышал на могу его предупредить через тренером я могу наказать то есть если у вас есть на решение на какое-то действие варианта ответа вы понимаете даже на full очевидный фон но неправильный контакт у вас тоже есть вариант вы можете дать full в теории вы можете пропустить а совершить ошибку но тоже ответ неправильный может быть такое вы не отдаете ну просто не видели это тоже ваш вариант но ты был плохой позиции ты не видел ты приходишь ты пропустил фолк окей да я не видел вы просто без тенера слушай я не видел но этого можно сказать один раз в игре признать ошибку это некомпетентность вот это признать ошибку это сила судьи постоянно совершать признавать ошибку это некомпетентность привод то что 11 привели предвидеть про актив лучше чем реагировать то есть мы должны предвидеть события чем реагировать на них я все такое предвидеть я ставлю на пол шага перейти постоянно знаю что будет аккуратно развитие выглядит атлетично то что мы сами занимались сегодня только у кижаева почему-то кубики на животе все остальные заплыли как это да сделался атлетичность придает уважение это сегодняшнее требуем сегодня вы гибли вы считали предположение а жирами это два отдельных экзамен два отдельных экзамен под видеокамер говорите четко честно тяжелой игровой ситуации это придает уверенность управление игрой мы верим с вами про то протай мало какие-то другие вещи никакие ошибки во время игры не нужно обсуждать нужно обсуждать что мы будем делать дальше иногда нужно как бы грамотно с тем же комиссаром какую-то ситуация что что было что вы можете посоветовать может спасить антона лисича я думаю что были такие случаи когда судьи приходили во время игры и какой-то момент советовались или думаю что сто процентов он дал правильный ответ но с его стороны может правильная линия что он со своей стороны видел это и ты имеешь шанс принять и принять у него тоже получается ответственно что советует неправильно или предлагает сделать неправильно но это очень это важно есть доверительное отношение быть спокойным не реагирует сверх норму помните мы говорили что сегодня вот это потное лицо забегающий судья стоит такой еще пьет воду постоянно что такое сейчас все по-другому сейчас ты должен постоянно быть сухим спокойным тебя никакой не должно быть вызывать такого что ты что-то волнуешься или переживаешь внутри оболочка спокойная внутри может все трястись вы сами управлять что мы чем нужно управлять чтобы быть спокойным дыханием первое вы выдохнул со вспоминаете эти вещи переключение внимания зачем когда ты дал сомнительный пол сам осознаешь но ты его решил ты не отменил его зачем тренеру знает лицо зачем когда ты даешь фол который действительно был но он был абсолютно другой зоне и ты не взрывается идти на этого тренера тебе когда кто дает фон от пол пускай твой партнер туда пойдет зачем не помочь своему партнеру кижаев дал пол и идет на место где стоит тренер идет лазутки идет сразу принудительная ротация может быть поменялись и все и решение проблем вообще гражданин говорит не подойти с катей руки я разберусь и ты уходишь а я беру со тренера под заслон вот все эти вещи они дают вам ваш ваша презентабельность и ваше четкое понимание игры помнить проблемы пропуске происходит не с того что мы никогда из-за того что мы не готовы принять решение вот этого вовлеченность то что кто-то из вас говорил что я никогда не думал что на лицевой линии я должен быть собран включая руки и ведомый центральный вовлечен в игру то есть у меня готов к подбору к спорному мячу наиболее важным является правильный результат игры они конкретные действия какого-то судьи бывают судьи чтобы знаете вот я же сам сам она и за что один судья говорит я дал хороший свисток а почему мой партнер не дал я не знаю это хорошая сама на ты себя анализирует то себя анализирует необходимо максимально производительность всех членов команды и помощь партнером в ее достижении и теперь посмотрите вот вы мы все разные все кто-то приехал сахалина кто-то приехал там с красноярска у нас разная культура отличаются сто процентов образование наши разные разные привычки сто процентов разное понимание судейства тоже разное но мы здесь хотим войти какой-то в общую общую направляющую линию полная эксплуатация индивидуальных навыков во время игры я могу коммуникатировать я говорю ты можешь меня обогнать быстром отрыве ты бежишь я не бегу центрально ты бежишь ведущим туда а я не могу обогнать ты помогаешь мне разность и пирамид согласны то есть кто-то холерик а я санглинг а ты допустим меланхолик ты стоишь у тебя там ты думаешь что все уже все все пропало нужно куда-то уже выезжать ну просто для то может больше всего управлять санглинг или калерик или меланхолик санглинг а сути в основном это взрыв и спокойствие вот этот муж взрыв и спокойствие до разные характер характер отношения к себе отношение к работе отношения к вещам отношения к окружающим характер это то что приобретается темперамент то что мы практически с ним рождаемся и вот тут важно смотрите видите старший он тянет за собой команды они стоит и управляет стоит управлять расскажу про калушка она бежала нас 8 минут последний раз мы бежали эти метроном держим ну я там анаги встаньте со мной что она сделала схватилась на восемьдесят четвертом отрезке мне за майку не самому тяжело бежать и 2 2 отрезка просто ну бежит она уже не соображает куда бежит просто бежит я просто запустить я понимаю чтобы она добежала что добежала там собственно значны суть если ты хочешь что-то сделать возьми покажи утром и хочешь что-то сделать возьми и покажи чтобы люди к тебе поверили но это мы возьмем давайте мы это оставим после обеда какие есть вопрос у нас ровно там нет вопрос сложная по пониманию воронеж понятно что себе было отложила голове основные у тебя пытаются решение и принципе что профессионально ответственность очень важно что тебе понятно что тебе так запала в голову что не все что если ты возьмешь какие-то действия у человека это не гарантирует то что у тебя тебе это сработает что повторишь у нас а что ты не слышишь ну мы же говорим какие-то вещи то человек говорит то что ему запа она слушала полтора часа мою лекцию может на какой-то бред ты мой парк почему-то ей ей вот это скажи пожалуйста что если я возьму руку это действие это получилось у другого человека это не факт что получится и у меня и у меня это тоже сработает что каждый должен иметь свой подход свой подход 100 процентов тот для себя дектора развития стратегию что ставишь цель какие у тебя ошибки были в карьере ну что ты послушал эти вещи какие-то те были ошибки что ты ошибался в чем-то что ты не мог какие-то свои цели достигнуть какие-то а ты не понимаешь нет я понимаю мы же мы же не алкоголики что там сидим не хочу быть анонимны что ты взял ну то что зависит все от нас от нашего отношения дел что мы должны ставить себе цели которые мы действительно можем достичь и то что если мы будем полтурить или просто сидеть без дела то у нас ничего не получится никто нам не поможет поэтапное достижение цели поэтапное Андрей о том что давать отчетским действиям Сахалин Должна быть определенная осознанность для лиственной цели и грамотно нестраивать задачу для построения цели удачи а что важнее цель или задача задача если грамотно строить задача Что важнее цель или задача цель Цель. А к цели ставится что? Задача. Ну, то, что нужно правильно анализировать себя, то есть не только, допустим, с положительных или атоцентных сторон, а целостно, то есть что говорят, ну, как относятся к тебе партнёры, если ты что-то сделал, то есть смотреть реакцию окружающих людей и понимать, что ты делаешь так или не так. То есть получается ли коллектив в команде, то есть раз участие этого коллектива. И что можно улучшить? Улучшить. Улучшить постепенно, постепенные цели, ставить цели. Ты ставишь цель? Да. Какая это следующая цель? Ну, сейчас, пока убиться второй категории. Хорошо, хорошо. Предвидение, спокойственные площадки. Хорошо. Что лучше, предугадывание или предвидение? Предвидение. Предвидение. Хорошо. Сафара, как ты его понять? Что такое предугадывание? Сафара. А? Давай, давай, давай. Предугадывать, это... Предвидеть, это уже понимание какое-то из опыта. А предугадывание, это просто, ну, гад, ты пальцем мне. То, что направлено. Пусть у нас спросили, что бы вы хотели сделать? Он говорит, уметь чувство предвидения. То есть на шаг впереди. В смысле, я... Многие вещи игру. Быть на шаг впереди, как бы, игры. Сигар, ну, ты стоишь... Ты стоишь с ведомым, да? Ты как бы впереди, да? Ты как бы далеко, глубоко, нужно как бы стоять сзади. Но ты должен понимать, что вот Кижаев стоит, выводит мяч. Но я понимаю, Кижаев не пойдет проход. Но у него нет, не хватает скорости. Он не будет бросать у него плохой бросок. Накроют его. Он будет отдавать в розыгрыш передачу. Или будет задница в этапе. Но я знаю, как он играет. То есть, понимаете, что такое предвидение. То есть, я предвижу, что будет ситуация. Даже сегодня, когда мы взяли троих судьей топовых наших, я не с критикой вам говорю. Вы, когда берете, мы анализируем. Мы согласны, не согласны. По харизме, по лидерским качествам, по каким-то вещам. Человек, который, грубо говоря, с яйцами, он хочет быть все время лидером. Хочет командовать, все время быть впереди. Вопрос такой, получается ли это? Это один вопрос. Но у него-то это внутри стоит. Это его стержень. Быть там. Всегда руководить. Одержим. А есть второй, который сильный. Который все решает лучше, чем первый. Вот если брать персональный. Но у него нет желания, одержимости нет. У него есть факт, он принимает решения. И есть эти, которые спокойно все решают и получают удовольствие от жизни. Разные люди. И вот правильно там сказала там Вероника. Что главное? Читать людей. Если я прихожу, и с одним разговариваю так, и так же, как я с ним разговариваю, буду разговаривать со парой, не пройдет здесь мне это слово никогда. Понимаете? Вот это очень важный позыв. То есть вся игра, это психология. То есть если вы думаете, что вы берете книжку правила интерпретации, и вы получаете суету, у вас ничего не получится. Есть индивидуально. Вот Шапегузов. Он закрыт. Он не может сказать, что у него было неправильно. Он не знает, что он не достиг, что достиг. Я не хочу при всех это говорить. Ну не говори, это правильно, это сила. Сила ему. Или может быть слабость. Я всегда какие-то вещи, которые у меня есть, я анализирую, потом отдаешь это, смотришь, как это воспринимается. Все мои лекции построены на примерах из моей жизни. Думаете, они все позитивны? Хотя половина вам не подойдет, даже хороших, правильных моих решений. Но это мой путь, моя лучшая. Я что-то советую Сафарова. Что-то берешь к тому же Лаврухину. Но если я дам то, что Лаврухину до Сафарова не пройдет. Но не может она так работать. У нас есть девочка, она просто у нас в судействе, мы хотим ее выдать замуж. Ну здесь у меня с Сафарова, не переживайте. Ну просто она вот так ходит, там улыбается, деткам шнурки завязывает. Но она любит судейство. Она в нашем коллективе. Это плохо? Нет. Потому что мы определили. Да, вот, Антон Ильич, вы женаты. Вам шнурки, вы шнурков ходите. Понимаете? Вот такие вещи. Вы поймите, что баскетбол построен на коммуникации. И если ты будешь разбираться в себе, первое что нужно, разобраться. А второе, нужно понять с кем ты работаешь. И тогда будет намного легче. Ясно, ты не поменяешь людей. Но ты будешь знать, что здесь сюда ходить, сюда не ходить. Понимаете? Здесь горячо, а здесь холодно. Нужно и второе, не подстраиваться, а адаптироваться. Здесь моя коммуникация проходит, а здесь не проходит. Чем это сюда идти к Сафаровой? Я с Артемом вам проговорю моменты и возьму позитивно от этого. А ей скажу четко, как написано в учебнике. Делай домашнее задание, все будет, вот это решим, это решим. Не выполняешь, до свидания. А с ними я буду работать, потому что он не выполняет, но он хочет. Он просто делает это неправильно. Хорошо, ребят, смотрите, у нас 12.45, мы идем в час на обед, мы договоримся на 12 ланчбоксов и в час... И определить, кто будет забирать? Забирать будет, значит, ну мы с... А больше не должно? Это на ужин, ланчбоксы на ужин. Я понял, понял. Больше не должно быть. У нас 4 шелка. Сейчас. Как 4 шелка? 5, 5 и 4. Иди и скажи об этом столовой группе. 14, хорошо. Я подумал, что водители... Что-то с водителями все. У нас 14 шелка идем. Я думал, что мы машину берем с водителями. 4, 4, 4. 14? 14. Хорошо, что ты сказал. Ну я просто... Понял, что ты был на той машине. Голова... Упишай. Ну я... Упишай. Спасибо.